Буквально-таки борьба без правил. Да, вот так вот отшибла голову одна, вторая затылок, а мяч в воротах. Это гонбол, дорогие друзья. Ой, наверное, все-таки помощь нужна будет бразильянке. Неравные в росте они все-таки были, и, конечно, бразильянка попала куда-то, куда попала. А, это она уже больше в потасовке, да, получила. Надеемся, ничего серьезного, потому что, конечно, не хочется такую красоту из картинки потерять, правда, Артем? Нет, конечно. Ну, сейчас ей окажут помощь, она немножко придет в себя, и все будет в порядке. Вот, Марит, да, там все-таки возросло. Ой-ой-ой, это нехорошо, похоже, Ренате Сантьягу. Это начало игры, это полуфинал Чемпионата мира, это битва за металл. Драк-металл Чемпионата мира, восьмой по счету. Так надеялись мы, что на родном песке, к сожалению, забытые, давно утраченные, и пока совсем не восстановленные позиции в этом виде гонгола, мы все-таки как-то немножечко улучшим, не удалось это сделать. Но хотя, хотя, да, дома мы, и четверофинальный рубеж был, наверное, такой задачей минимум. Как хотелось медали и от ребят, и вот девушка от наших. Я помню, что Россия в женском пляжной гонголе была Чемпионкой мира даже в 2005 году. И оттуда, кстати говоря, пошел путь на самый верх для большой подруги Надежды Пуравьевой. Майя на тот момент Кавериной или уже Петровой? Нет, наверное, все-таки тогда еще Кавериной, а потом Петровой. Надежда, ну-ка вспомните те времена благословенные, пожалуйста. Помните, те времена, когда Майя рассказывала о том, как они посетили Бразилию. В Бразилии же проходил чемпионат. Сколько было интересно рассказано и про колорит страны, и про чемпионат, который они играли. Сейчас мы видим, сравняли счет Норвегия. А это сейчас за счет неважно. Надежда, продолжай. Я хотела сказать, насколько отличаются темпераменты на площадке Норвегии. Мы еще успеем, еще будут голы. Я не все, если честно, помню про тот чемпионат. Я просто помню истории, которые... А как их обворовали на улице? Вот, бытовые, да, как их обворовали. Настолько девчонки были испуганы. И мы же потом ездили тоже на чемпионат мира в Бразилии уже по классическому. И там уже никого не обворовывали. Никого не обворовывали, да, но мы были такие настороженные. И инструктаж был по поводу того, чтобы ходить по несколько человек, быть поаккуратнее. Но Бразилия была очень лучезарная, приветливая, и все было хорошо. А я продолжаю вот этот лейтмотив, который так скромным, вот поинтеллигентным. Вот не чувствуется воспитание, конечно, коренное, волгоградское, Надежда Муравьева. Но как она... Посмотрите, как они по-разному реагируют. Мартин Вельфлер. Вы видели, как она вонзила мяч в ворота соперницы. Порадовалась так нордически, как будто сдержанно, так по-викингусски грозно. А вот уже и бразильский гол в ответной атаке. И норвежки очень быстро гоняют мяч уже у шестиметровой линии соперниц. Штанга. Штанга за Бразилию играет. Смотрите, какой невысокий братарь у бразильской команды. Ингрид Фразау. Кажется, ей брось по перекладе, но она ничего не вытащит. Но это легко сказать. Смотрите, как прикармливает, вот так буквально провоцирует на бросок защитница Норвеги. Левшу команды Бразилии, но все равно атаки с противоположного фланга. Здорово комбинируют бразильянки и ведут после двух минут игры. Нет, неудачная вертушка. А, там было касание бразильского игрока, и поэтому мяч остается во владении у норвежь. Смотрите, все загорелые, точеные, но просто любо-дорого глядеть. В розыгрыше сейчас нет. Сейчас уже не в розыгрыше. В розыгрыше нет Джокера, а второй номер команды. В Норвегии Катинка Хальфрид. А? Какое имя? Практически славянская. Да-да-да, и славянской внешности, если честно, тоже многие отличаются. Норвежки. А я хотела сказать, насколько сложно сейчас было сделать, во-первых, поворот два раза вокруг себя в воздухе. Еще она после этого еще сделала еще и паузу в воздухе. Как у нее голова не просто, да, хочется спросить? Ну, это натренировано, понятно. Просто мы с непривычки на это смотрим. Космонавтки. Космонавтки, да. Практически любую сейчас можно засылать в космос с такой подготовкой. Даже не знаю, вот когда Надежда Муравьева пыталась вшиться, вот этот ритм мужского полуфинала, казалось, что она вот и любуется, и пытается выловить вот действительно все нюансы игры. А сейчас, мне кажется, просто завороженная Надежда Муравьева понимает, что так же эти девчонки отличаются от классиков, ну, точнее, от классичниц, от коллег по амплуа, по профессии Надежды Муравьевой. Правда ли? Правда, Артем. Честно, я вот сейчас немножко выпила из эфира, только потому, что я сейчас уже смотрю с профессиональной точки зрения на игру, и я хочу понять, как это можно вскрыть, чтобы все-таки добиться результата. Мне, конечно, уже с профессиональной точки зрения интересно это все наблюдать, поэтому если я буду зависать, извините, надеюсь, это будет недолго. А вот совершенно вопрос, который идет вразрез, мне кажется, с вашими надеждами наблюдениями сейчас за тем, что происходит на площадке. А если бы вам предложили заняться таким стремительным развитием пляжного гонгола на Руси, сколько бы на это ответили? Я бы сначала поиграла, а потом все остальное. Если честно, я такой человек, вообще по жизни, в принципе, открытый ко всему новому, и если бы мне предложили поиграть в пляжный гонгол, я бы, конечно, с удовольствием согласилась попробовать свои силы в чем-то новом. Сегодня, я вас уверяю, у нас будет такая возможность, когда весь песок окончательно остынет от баталии, мы туда снадеждаем зайти сквозь. Все покажем, мы вам поменяли. Продукт этом... Попробую! Помен! Момен! Момен! Комен! Момен! У нас! У нас! Команде удался лучше, но сыгран только 4 минуты. Не устаю представлять своего помощника в сегодняшних решающих матчах. И завтра тоже для вас. Надежда Муравьева. Краса и гордость всея российского гандола. Вот видите, даже бывает, что у заслуженных мастеров спорта дар речи пропадает. Бывает такое, да. Я еще раз повторяю, я все еще в процессе. Мне так интересно все, что происходит на площадке. Какая комбинация замысловатой у бразильской команды. Ротарь подтягивает норвежскую бригаду. Бригаду это седьмой номер Катрин Маргреты Сетры. Когда с Россией играли, норвежки тоже она очень прилично выиграла, но россиянки тогда выиграли. Но что случилось с ними сегодня? Как они могли уступить гречанкам после еще столь уверенной победы в первом сете? Очень жаль, очень жаль, что так все сложилось для команды Волынченко-Зотина. Девчонки, я не представляю, в каких они, конечно, разбитых чувствах, потому что после поражения в четвертьфинале они наступили в матче за пятой и восьмой датчанкам. В общем, полный-полный, конечно, аут для них сегодня. Как было вот совсем, казалось бы, недавно. Один день, две победы. Дания, Норвегия. Это была феерия, что творили наши вратари. Ох, а теперь эти загорелые красотки в полуфинале, а наши в расстройстве в гостинице. Кстати, о том, что было сделано, а точнее не сделано нашей федерацией для нашей команды, я обязательно еще скажу. Бригад придет. Сколько эмоций. Просто на самом деле, Григо, здорово, когда ты вкладываешь эмоции из сердца. Просто по интервью было слышно, насколько девчонки на этот чемпионат заряжены, как они хотели принести результат. И, конечно, когда ты эмоции вкладываешь, хочется его все-таки получить. Только в этом разочарование, конечно. Я думаю, следующий чемпионат будет для нас более успешным. Будем обязательно болеть, будем обязательно быть рядом. Сегодня тоже, конечно, мчались на машине из Тольятти, хотели поддержать, хотели подставить, насколько это возможно, плечо нашей сборной. И если сейчас смотреть на команду Норвегии, которую наша команда обыграла, конечно, все по плечу. Здесь я матч полностью не видела, просто потому что была в дороге, но я считаю, здесь психология. Наверное, скорее всего, здесь отложило отпечаток то, что это был решающий матч, в котором надо было справляться больше с психологией, чем с техникой, тактикой. Мы видим, что сейчас мы видим Норвегов, которые наши обыграли. Наверное, могли бы сделать это еще раз и еще раз, но, видимо, не справились. Команда Бразилии, кстати говоря, открывала для себя чемпионат мира именно игрой с Россией, игрой с командой хозяек. И очень уверенно тогда победила. Победила в двух сетах. И это, кстати, очень помогло взбодриться, так прийти в себя в нашей команде. После этого наши вообще очков не теряли. С очень классного второго места вышли в гидоргинал. И так это, конечно, обидно, что случилось сегодня утром. А у нас тут огонь-то, кажется, только вот этот женский классический пляжный огонь разгорается. Так вот, немножечко искра за искрой. Мастушка сборной Бразилии. Заступ показывает норвежский тренер. Он уверен, что заступила шестой номер Рената Сантьяго. А арбитры другого мнения. Испанки, они спокойны, мы все видим. Большие пальцы вверх. Два очка. Все как мы любим. А здесь еще и сейф бразильского вратаря Ингрид Рассау. Посмотрите, какой жгучий взгляд, черный волос. Ну да, и каждое действие такая порция эмоций. Поэтому, конечно, хочется, чтобы зрителей было много-много. И все они могли с нами разделить эти эмоции. Потому что каждая атака, каждый отбитый сейф – это сконцентрированные эмоции. Яркие и красивые. Очень здорово то, что сейчас происходит на площадке. И снова Маргрет Эсеттере. Здорово играет в воротах норвежской команды. Смена стремительная. Она сейчас не участвует в игре. Но это настоящий норвежский динамит. Дорге Динамай. Третий номер. Элизабет Камерстад. Мне кажется, у нее в фамилии даже заложен динамит. Есть такое дело. Разыграла сейчас вратарь бразильской сборной. И, наверное, она будет и уже является героем последних немских атак. Промежутка этого периода. Как Артем сказал, что она невысокого роста. Но посмотрите, насколько она справляется. Сначала показалось, что она может взять верх. А потом оказалось уже сама внизу. Достаточно сложно с такой техникой справляться. И пенальти. Ух ты. Да, разбивается стеклышко. Здесь здорово, кстати, играет. Да, вот именно играет диджей. Он так этими джинглами, этими звуками еще подразогревает публику. Помогает ей вникнуть во все детали. Десятый номер. Тоже красот. Катарина Карлсон-Углан реализовала пенальти за норвежскую команду. И минута 45 продолжает лететь просто фантастическим образом. Образом пятый номер Патрисия Шеппа в эти все воздушки. Но штанга на пути. Ее броска встает. Норвежки имеют возможность выйти вперед. Кантинка Халтвей. Вновь в центре этот норвежский такой приземистый коренастый джокер. Расшиблась она. Шеппа перехват. Шеппа, посмотрите, успевает и в центре обороны сыграть. И сколько атак в конце первого сета на нее заточат. Посмотрите, какой импульс сейчас игра вратаря придала команде своей. Я не могу сказать, что они ходили спокойно. Но сейчас несколько отбитых бросков вратарем. Какой импульс придает команде. И они, конечно, поймали эту волну. И сейчас, я могу сказать, другие эмоции уже у Бразилии. Более яркие. И вот она, открытая концовка. Последняя минута. Два очка. Преимущество команды Бразилии. Халтвей хорошо разыгрывает. Чувствует игру. Мягкий мяч. Он практически тонет в руке. Можно его сжать очень сильно. И вот этим и занимается как раз-таки котинка Халтвей. Она кистевым таким броском, классическим гонбольным. Наверное, можно и так сказать. Забивает ответный мяч, ничья и 30 секунд. В эти 30 секунд еще очень много всего может произойти. Двигаются. Посмотрите. Вот я хотела для зрителей сказать, что сейчас центральный игрок сборной Норвегии двигалась в центре. Это очень трудоемко, очень энергоемкое движение, которое она сейчас сделала. Но я могу сказать, что она смутила своими действиями сейчас Бразилию. А сделала большой объем работы, несмотря на то, что это длилось какие-то 20-25 секунд. Последняя атака за Норвегии будет, если не ошибутся. А тут котинка Халтвей пошла на обострение чуть раньше нужного. Мяч в воротах. Норвегии. 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 1-0. 20-18. Занавес, дорогие друзья. На табло еще даже не среагировали, а мы уже знаем, что Норвегия выиграла. Мили. Да, там уже какие-то и санкции, по-моему, бразильскому наставнику за то, что он выражает недовольство. Нам показывает табло там 18-18. С чего, хочется спросить. Давайте уже засчитаем. Одно или два очка команде Норвегии, она выиграет. Да, одного достаточно. Норвегия побеждает в первом сете. И, конечно, добивается очень-очень важной победы. Вы вспомните, как Бразилия... Прекрасная. Прекрасная погода, атмосфера. Уходит жара, уходит огонь. Все больше прохлады, все больше хочется вдыхать этот вольный воздух. Казани. Дельта реки, Казанки здесь шикарнейшие. Зеленые такие, разливистые. Берега. Никакие лица. Да, все сосредоточено. А они сейчас сойдутся вновь. Шестой, восьмой номера. Вы помните, каким столкновением закончилась их встреча в первом сете. А вот Рената Сантьяго, кажется, окончательно у себя пришла и хочет поиграть как следует во втором тайме. Тем более, что бразильянкам нужно отыгрываться. Ну как же так? Ну как же так можно было не забить-то бразильскому джокеру третьему номеру? Не успела. Не успела посчитать время, откуда вратарь выбежит. Думала, что мяч успеет долететь. Ух ты! Ключ есть. Мощь. Мощь действительно. Надежда, не стесняйтесь, комментируйте. Любой момент немедленно комментируйте. А-а-а, я рот открыла и смотрю, как у них все это классно происходит. Красиво. Я согласен. Очень здорово. Но нужно объяснять, нужно делиться своими восторгами, Надежда. А вот и бразильский ответ на ли сцена. Немного сейчас понапряженнее, если честно, Бразилия действует, потому что они понимают, им надо отыгрываться. Но насколько расковывание в связи с этим, с первым выигранным периодом Норвегия. Посмотрите, какие гола красивые, первые голы забили. Более собраны они сейчас. Посмотрим, как будет развиваться игра. Сейчас Норвегия тоже. Посмотрите еще раз за центральной защитницей. Достаточно сложная работа по песку так двигаться, но она ее опять делает. Этим ли она смутила сейчас бразильянок или нет, посмотрим. Ух ты! От перекладины в ворота. Что они делают? Вот эти два мяча, забитые сначала Норвегию, с высоченного прыжка и здесь, с места, и по восходящей после вертушки, после пируэта, бросок с рикошетом от перекладины. Фантастику какую-то они выписывают в каждом эпизоде. И еще раз повторение пройденного. Шестой номер. Марен Нюланд Ордаль. Ну, если не динамит, то кто? Давайте искать уже синонимы. А то слишком много будет динамита, разорвет стадион. Бомба занята. Бомба, да, к сожалению. Ну, причем, к сожалению. Наши радости. Бомба занята. Бомба не обидится, если что. Ух ты! Ну, все, смотрите, голы, все конструкты красивые. Голешники даже, я могла сказать. Обе команды сейчас броски свои сделали верхний. Девятка, конечно, это очень красиво смотрится. И очередной гол опять вверх. И трибуны, я могу сказать, тоже так же очень активно приветствуют такие красивые голы. В повторе они тоже будут красивейшие в нарезке. Сейчас мы видим все, что происходит на площадке. Все изумительно красиво. Борьба. Да, норвежки завелись. И вот этот своего рода хитрик. Три мяча подряд. Заброшенный Марн Нюльен Ордаль. Это было что-то, конечно. И она остается на площадке. А этот подпор неистовый. Моей любимице Элизабет Хаммерстад. Хаммер, да, молоток. Вот она бьет по сердцу молотком. Вообще безбожно. Не стесняясь. И встает в оборонку этот третий номер. Посмотрите, как троица какая. Вот это Ордаль на дальней бронке. Хаммерстад. И в центре уже отмеченный Надеждой девятый номер. Жюли Аспелун Берг. Берг это гора на всякий случай. Вот гора в центре обороны. Ну как здорово воздушкой обманывают бразильянки. А это Рината Сантьяго. И вот красивые воздушки тоже наша Снежана Махнева подарила зрелище зрителям, когда она их тоже исполняла с нашей командой сборной России. Хотелось бы их сейчас видеть, но пока они в исполнении команды Бразилии. А сейчас вратарь опять, наверное, хочет стать очередной раз героем отрезка. Уже во втором периоде. Да, там пенальти. Но я просто имею в виду само, как она сделала так называемую бабочку вратаря, когда раскрывается и руками, и ногами вратарь. Это было, смотрите, оп, как красиво. Да, в этот момент десятый номер бразильской команды принимала на себя разбавшивавшуюся Ордаль. Пенальти заработаны, если его реализует Катарина Карлсон-Угланд. А, встать какая, а, плечи. Чувствуется, что заслуженный мастер своего дела. Однозначно. Вы знаете, если общаешься с людьми, все говорят, вы спортсмены из другого теста. Вот я сейчас смотрю на глаза, на собранных девчонок, какие они волевые. Как это все приятно смотреть. Да, три с половиной минуты прошло, уже пять мячей забросила сборная Норвегии. Это очень много. Еще и половины не прошло сета, а уже пять реализованных бросков. Да, уже, как говорится, чуть не психануло. Ордаль по пустым воротам как будто бы подумала бросить, но это, конечно, было бы только за один, потому что она же не Джокер. Но не стала бросать, сохранила мяч, и они будут комбинировать. Снова, снова Ордаль мяч получает. Нет, Хальтвик в линию. Да, еще и недовольны тем, что не наказывают бразильянку за пол. Это Мартин Бельфлер на позиции линейной. Передача воздул. Ух ты, пенальти, будьте любезны. Будьте любезны, падает Хаммерстад. Столкновение опять, надеемся, ничего серьезного не будет. Держится за лицо, может быть, даже за зубы. Ух! Да, да, да. Локтем-то прилетело нормально. Да, это гандбол. Хоть и песок мягкий, но столкновения все те же жесткие. Надежда, вы как профессиональный защитник, так как прокомментируете. Я прокомментирую так, что любая мама, которая приходит на трибуну смотреть на свою дочь, и когда увидит вот такое столкновение или падение, она говорит, да как? Да ни за что в жизни. Пойдем домой, пирожки. Надежда, а вот переубедите этих заботливых мам, как трехкратная мама. Я не собираюсь их переубеждать в плане того, чтобы они нас жалели, потому что, конечно, возвращаясь домой с синяками, только мамина любовь и поддержка восстановят. Но я хочу их просто успокоить в том плане, когда ты в азарте, когда ты в борьбе, это все чувствуется не так. Как человека возьми с трибуны и поставь вот так ударь, конечно, ему будет больно. Но когда ты раскаленный в борьбе, ты это чувствуешь все гораздо меньше, поэтому не переживайте, такие удары, они, конечно, болезненные, не смертельные. Еще раз повторимся, только что говорили о том, насколько волевые девчонки. Конечно, они встанут и пойдут играть дальше. И вот опять, смотрите, как мы любим замес на троих. Вратаре два полевых, и в нем выходит победителем котинка Халтвик. А соперница лежит и держится за лицо. Восьмой номер Джессика Баруш. Ух, она... Посмотрите, о какое место сопернице ударилось-то. Да, я не увидела. Я просто то, что сейчас вижу. Я сегодня еще что-то про эмоции, про эмоции. Я сама на таких эмоциях подъехала. Ну и слава богу, Надежда, вы должны, вы должны добавить, добавить еще жару, потому что комментаторской балалайки недостаточно. Надо еще изнутри гандбольного вкуса вот этой эмоции добавить. Все будет интересно, но сейчас, я говорю, я вижу, что ищут бразильянки от кого-то такой искры, от кого-то из игроков, от вратаря или от кого. Смотрю, они такие немножко подостывшие сидят, и сейчас какая-то искра нужна им, чтобы и нам было интереснее гандбол смотреть, который сейчас развивается на площадке в городе Казани, славном, действительно спортивном, красивейшем. Ехали сегодня по трассе и только любовались. Теннисными центрами, водными видами спорта. Школа балета прекрасная, где мы сейчас рядышком находимся. Все это прекрасно? Хвалите, хвалите, Надежда, хвалите. Да я с удовольствием все, что увидела, буду нахваливать. И то, что здесь на площадке происходит, тоже прекрасно. А бразильянки, повторюсь, сейчас ждут от кого-то дополнительных эмоций. По-моему, здесь все ясно, нет? Хоть и играть еще полсета, но норвежки просто огонь. Сердце северных гор, помните такой песен? Други, нордический характер должен быть, но какие они действительно заряженные на победу. Спокойно и уверенно. Быстрый центр, как мы любим. Норвегия наказывает бразильянок просто беспощадно. А мне хочется сейчас, чтобы нашелся все-таки сборной Бразилии какой-то герой, который сейчас внесет искру. Чтобы, несмотря на тот бриз, который действительно сейчас прохладный ветер на нас спустился, чтобы здесь было снова жарко. Вот он. Очередной удачный момент для обороны и вратаря сборной Норвегии. 18-12. И попробую их остановить. Я про норвежий. Конечно же, углом. Классная передача. Но здрасте. Приплыли. Первая ошибка во втором сете. Марен Нюланд Ордаль. Глазинская команда. Вот кто их? Героиня, скрытая до сих пор. Вот от бедра вратаря сумела забить после воздушки. Второй номер. На Алисена. Время сейчас, конечно, за норвежскую команду. У них преимущество в два забитых мяча. В два сложно забитых мяча. Двух очковых мяча. И проходит. И Вельфлер. Но попробуй помешай ей забить. Это уже называется психологическое преимущество. Когда команда, мы сейчас видим, Бразилии. Действительно трудно, тяжелые мячи забивают. Они так даются им тяжело. Тут сборная Норвеги, конечно, имея психологическое уже преимущество, скидывая руки. Они это все делают, конечно, легче. Они все это делают увереннее. И, наверное, действительно, мы можем сказать, кто будет победителем в этой игре. Надежда, давайте похвалим норвежскую команду не только за эмоцию, а за их обученность гонбольную. Но вот они сами по себе красотки. А как играют? Они творят. Но посмотрите, разрывают клочья. И даже неважно, сейчас наконец-таки Вильфлер не попала. Ну, точнее, ну, короче говоря, всю эту вакханалию прерывает тайм-аут Марсио Мальяно. Перерыв при счете 20-14 в пользу Норвегии с выигранным уже норвежками первым сетом. Перерыв при счете 20-14 в пользу Норвежской команде. Домой, ой, там где сердце северных гор, да? А домой это туда, где родина Ганбола. Если кто забыл, Даня, Норвегия. Все как мы любим. Эти огневые загорелые норвежки сегодня будут в финале чемпионата мира. Если не проснутся представительницы с целью Сау Дубразил. А это мы посмотрим, получится ли это у них. Надежда Муравьева, Артем Шмельков. Концовка первого полуфинального матча. И вот хорошо снились тайм-аута Бразильянки. А, конечно же, норвежки хитрые не торопятся. Хотя нет пенальти. Нет, нет пол в атаке. Или пенальти, да, все-таки пенальти показывает орбиту. Мы молчим. Мы молчим, мы смотрим. Я анализирую, что да, ничем дополнительно не защищены спортсменки, которые играют в пляжный ганбол. А в классическом чем они защищены? Коленниками, налокотниками. Но здесь при желании тоже можно и то, и все. Ну, что-то, я смотрю, никто не использует. Ну, да, просто все здоровые, все хорошо подготовлены, поэтому травм нет, защищать нечего. Все по-честному. Да, еще и вратарь. Еще и вратарь норвежской команды, включившаяся, кстати, очень вовремя, когда бразильянки выигрывали в первом сете. Да, это седьмой номер. Катрин Маргрет Эсетре. Да, добрый вечер. Да, ух ты, штанга только уберегла команду Бразилии. А так, конечно, очередной гвоздь там втыкала просто Ордаль. Но ничего, они и так вполне угольдурены. В положении им делал два мяча. Как минимум нужно отыгрывать сборной Бразилии. Воздушка опять. А здесь тоже штанга. И здесь она уже за Норвегию. Ой-ой-ой, какая потеря. А что же вы раньше времени расслабились, девоньки? Да, и Бразилия накажет. Бразилия-то что, в пустые воротки промахивается. Но неужели, неужели пошел огонь? Пошла вода горячая. Даже заснувшие были россияне, которые по-прежнему с трудом въезжают в весь этот драйв, в весь этот нерв пляжного гонбола. Тоже, кажется, завелись. Ордаль прямым, без всяких вертушек, куда-нибудь. Да, это же подготовка сумасшедшая у человека. Сколько физики, сколько мощи. Конец игры, я тоже хотел сказать, конец игры уже вроде должны были быть уставшими. И может быть это даже больше чувствуется на бразильянках. Но сколько мощные броски демонстрирует нам норвежская сборная. Несмотря на то, что время уже в концовке-то идет. Да, Бразилия просто сломлена. Очередной бросок не удается нам кучу шестому номеру. И... Олег, они сейчас переиграют. Они уже как с котятами веселятся. Браво. Норге! Норге! Чистая победа 2-0. Норвежской команды в первом полуфинале женской части чемпионата мира по гонболу. Норвежки отцепляют Бразилию в утешительный финал за бронзу. А сами будут ждать победителя из противостояния действующих чемпионок мира испанок и команды Греции. Там, конечно, несомненный фаворит испанской сборной. Потому что гречанки, сами не веря своему счастью, обыграли сборную России на своем дебютном чемпионате мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok